Девушки отдыхают В этот раз на очереди у нас вторая часть. И еще здесь будут эмбиент животные из первой и второй части. Правда в этом видео не будет птеранодона и деморфодона, потому что мне было совсем лень их делать, так что проехали, продолжаем. Первый у нас Москопс. Это довольно культовая личность в мире хищников, поэтому без его оставить я вас не мог. Ну и на самом деле мне кажется это самый всратый редизайн, который я сделал. Далее идет имитатор курицы, то бишь Галемим. На самом деле в дизайне Галемима толком ничего не изменилось, кроме правок в анатомии и все. И стоит отметить, что его цвет переносить было довольно сложно. Диметродон. В игре эдафозавра с Денека Буриана назвали Диметродоном. И у меня стоял огромный вопрос, кого именно мне рисовать. Я выбрал именно Диметродона, потому что игра называется Хищники, ну и как бы вариант был выигрышный. Итак, Брахиозавр. Самый редкий динозавр в игре. Я сделал его более похожим на первую часть Парка Юрского периода, но при этом в его дизайне есть нотки более современной реконструкции Брахиозавра. Ну и конечно, что касается его плеч. Так как в оригинале Брахиозавр был почти горизонтальным, здесь я его сделал примерно 50 на 50. Переходим к охотничьему списку и у нас Хосмозавр. В нем есть черты Трицератопса из предыдущей части этого видео, но сильно я их одинаковыми делать не стал, иначе получилось бы как в оригинальной игре. Далее идет Цератозавр. Его место в оригинале мне не очень нравится, хотя оно довольно сюрреалистичное, да и дизайн был довольно хороший. Здесь он выглядит как обычный Цератозавр, только с более гибким хвостом и множеством наростов. Анкилозавр. Сразу скажу, я ничего не знаю про его броню, про расположение его пластин и прочей фигни, мне это вообще не было интересно и на самом деле мне было очень-очень сильно лень. Но в итоге все равно получилось довольно симпатично. Спинозавр. Вы сами знаете, кем он был в оригинале, так что эта версия больше походит на старую мобильную версию. Но я скажу, что дизайном я доволен. Я сделал его в меру странным, в меру нормальным, прям как он был в оригинале. Ну и на этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok